Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья. Здоровые стопы» – тема нашей сегодняшней передачи. А проводником в мир здоровья сегодня для нас будет Виола Огородникова, руководитель студии йоги. Здравствуй, Виола! Здравствуй, Маша! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Виола, почему здоровье именно стоп на сегодняшний момент так актуально? И к этому вопросу обращается все большее количество людей. Ну, мне кажется, что здоровье стоп на самом деле было всегда актуально. И в Китае есть такое понимание того, что вообще борьба со старением начинается с молодости стоп. И вот для того, чтобы продлить молодость стоп, мы занимаемся стопой. Чтобы поддержать наш позвоночник, основой здоровья нашего позвоночника являются здоровые стопы. Плюс, конечно, в современном мире, когда мы очень много носим неудобные обуви, много сидим, много ходим на каблуках, занимаемся какими-нибудь не очень экстремальными, но тем не менее напряженными видами спорта, как гимнастика. Или очень это актуально для спортсменов, где очень активная ударная нагрузка на стопу происходит. И вот такая практика работы со стопой, как ямана фудфитнес, которую придумал великолепный, потрясающе талантливый мастер, преподаватель йоги и своего направления ямана фудфитнес, ямана бодироллинг, это ямана заик американка, позволяет разгрузить стопу, возвращает функциональное состояние стопы и поддерживает наш позвоночник в очень хорошем состоянии. Все-таки, если этого всего не делать и не заниматься стопой, к чему может это провести и какие заболевания вызвать? Вот именно нарушение в работе и функционировании именно стопы. Ну, прежде всего, когда мы молодые, нашей энергии хватает на то, чтобы поддерживать, опять же, функциональное состояние организма более-менее в комфортном состоянии. Однако, когда энергия уходит, мы становимся несколько старше. Мы можем чувствовать, особенно люди в таком период менопаузы, что, несмотря на то, что они занимались йогой и спортом, у них начинают лететь колени, суставы. Это, опять же, к вопросу о неправильной работе стопы. Если есть завал, если есть завал голеностопа, то страдают колени, тазобедренные суставы. Это очень важно для женщин, которые страдают, в том числе, там, остеопорозом всякие бывают, проблемы суставного характера, именно возрастные артрозы, артриты и так далее. Вот все это, такая профилактика, она очень полезна. И даже если у вас уже начался этот процесс, особенно важно заняться стопой. Детям прекрасно это подходит, потому что в это время формируется осанка, формируется скелет. А как раз стопы – это основа нашего скелета, нашей спины. И очень важно для тех, кто страдает тем, что у них вылезают косточки, иногда это впереди, на большом пальце, иногда на мизинце. И большая ошибка – пойти и сделать операцию. На самом деле, хороший хирург вам скажет, идите и занимайтесь стопой. Почему? Потому что даже сделав операцию, мы не убираем вот это напряжение, вектор напряжения в стопе. Почему косточка вылезает? Не потому что ей захотелось вам какую-нибудь гадость сделать. Дискомфорт доставить, а просто так распределилась нагрузка. Да, и особенно люди думают, ну окей, у мамы так было, у бабушки так было, ну вот что делать, пойду сделаю операцию. Как правило, человек делает операцию. Мало того, что там есть много всяких побочных эффектов, да, неприятных. Кроме того, через какое-то время косточка продолжит, скорее всего, расти. Да, именно потому что у нас вектор напряжения в стопе распределяется неправильно и задает, соответственно, напряжение в самой кости и выпирание этой косточки либо со стороны мизинца в зависимости от завала, либо со стороны большого пальца. Ну и мы с тобой, да, обсуждали уже этот момент, что очень часто в последнее время приходят ученики, которые хотят забеременеть, например. И у них почему-то не получается. Вроде бы все, здоровье есть, все анализы сделали. Я не говорю, что это панацея, но, как правило, это помогает, да, уже по результатам нашей работы мы видим. Как правило, это тоже связано с тем, что происходит завал стопы внутрь и закрываются органы малого таза. И, по крайней мере, эта практика вот в такой работе, в таком желании забеременеть, да, и пополнить свою семью таким прекрасным, счастливым моментом, оно тоже очень способствует и помогает. Вот все-таки с какого возраста можно заниматься и нужно уделять внимание именно стопам? Ну, мне кажется, есть много практик, которые работают и с грудничками, да, и какие-то массажи. И есть определенный возраст, когда деток ставят на пол, да, и смотрят, ходят ли они на пальцах ног. Это тоже связано с нервной системой. А Ямон Фудфитнес и все практики Ямона, они тоже очень глубоко связаны с воздействием на нервную систему. В целом уже непосредственно на ежиках, вот они у нас, да, здесь находятся, а можно работать, ну, уже с какого-то более-менее осознанного ребенком возраста, когда он, может быть, там 6 лет, 5 лет. Да, это могут быть очень мягкие практики, сидя даже на стуле, если ребенку не очень комфортно стоять на ежиках. Ну, то есть, получается, что не нужно ждать, когда болезнь уже будет прогрессировать, лучше заняться профилактикой и, в общем-то, ввести это как ежедневный ритуал почистить зубы, вот это же самое, постоять и позаниматься на ежиках. Маш, ну, у нас пока другой менталитет на самом деле, потому что… Но мы же все-таки к этому стремимся, ведь об этом говорит, что люди в последнее время стали более внимательно относиться к своему здоровью. Они активно занимаются спортом, они активно бегают, тренируются, ходят в зал, танцуют и всячески изучают, занимаются йогой. То есть, можно же сказать, что есть, ну, пусть небольшое, но, тем не менее, движение вперед и движение к тому, что мы научимся уделять больше внимания именно профилактике своего здоровья. Мария, бесспорно, вы оптимист. Мне кажется, что сейчас, конечно, больше информации становится, вероятно, больше людей начинают заниматься профилактикой. Я таких немного встречала, к сожалению, да, а на Востоке такая практика есть. Там в основном занимается профилактика, а не лечением. У нас, возможно, через какое-то количество десятилетий… Ну, возможно, наши дети. Надо им это прививать, да, то есть, ну, это должно стать образом жизни, то, что прививается с детства. И, к сожалению, мы, как правило, это делаем только через свои какие-то уже проблемы. Я вижу очень много именно мужчин, да, молодых людей, которые приходят после того, как организм совершенно сдал, ну, не спать ночью, там, погулять, ответить с другом что-то. В какой-то момент мы сталкиваемся с тем, что ресурс организма совершенно исчерпан и начинаются какие-то проблемы со спиной. Ну, это не так страшно, потому что, слава богу, есть практики, которые могут это поправить. И вот с этого начинается, как правило, путь человека куда-то. Немного людей, которых я встречала, они прям вот, ну, почему-то нацелены на то, чтобы оздоровить себя. Я была таким, но я на самом деле не отличник в этом направлении, тоже часто я какие-то моменты затягиваю. Поэтому, наверное, это должно стать философией. Однако, действительно, очень много уже молодых людей приходит. Мне очень нравится, что очень много пенсионеров приходит и занимается собой весьма активно, несмотря на большое количество внуков. Они, особенно женщины, выделяют на себя время. У нас есть такая замечательная ученица, бабушка в тренде. Ей 65 лет. Людмила Ивановна, если вы смотрите эту передачу, вы большая, молодец, продолжайте. А мы сейчас продолжим, в общем-то, и перейдем непосредственно к занятию. Замечательно. Давайте приступим. Что нужно? Для этого, наверное, нужно... Я думаю, снять носочки. И освоить эти прекрасные ежи. Для кого-то они имеют устрашающий вид. Я покажу. Они достаточно твердые. Многие хотят... Говорят, ну, может быть, мы сходим в аптеку и купим. Можно, но это немножко будет другое приспособление. Потому что в аптеках они несколько другой формы. Они достаточно мягкие. Ямна долго разрабатывала размер. Ежей он у него менялся. Она постоянно что-то совершенствует. И вот она нашла такую форму. Она не зря такая, достаточно твердая. Если мы работаем с пожилыми людьми, то здесь уже хрупкость костей, достаточно высокая вероятность переломов априори. Поэтому мы, как правило, сажаем человека. Или, может быть, какая-то травма есть. И работаем на стуле. И, конечно, вначале индивидуально. Затем вторая часть для достаточно здорового человека с непроблемными стопами. Я таких практически не видела. Мы начинаем работать у стены. И первое занятие мы посвящаем тому, что мы просто разгружаем стопу, снимаем с нее стресс, расслабляем ее. И затем где-то через несколько занятий, когда человек делает упражнения дома, мы обязательно даем, надиктовываем домашнее задание. Где-то через недельку мы начинаем уже давать упражнения для стопы. Закачивать стопу для того, чтобы включать те мышцы, которые действительно должны работать. Но в жизни они у нас отключены. И поэтому происходит завал стопы в ту или иную сторону. В зависимости уже от жизнедеятельности человека, его структуры. Ну что, будем знакомиться с ежами поближе. Оставайтесь на телеканале ОТВ. Не переключайтесь. Ну что, Виола, приступим к нашему занятию. Уже хочется испытать на собственном опыте этих ежей. И если честно, признайся, их нужно кормить молоком. Не переживай, Маш, мы их уже задобрили с утра, покормили. То есть приручили. Они безопасны сегодня. Приступим к занятию. Итак, что мы делаем? Ну, сейчас наши ежики стоят примерно на том расстоянии, чтобы нам было удобно. Мы будем использовать сегодня поддержку стены. В целом можно, опять же, я напомню, сидя на стуле это делать. Либо же стоя просто посередине комнаты, когда перед вами есть зеркало, и можете отслеживать то, что вы делаете. Но, как правило, самый средний мягкий вариант – это с опорой о стену. Нам нужно будет… А вот мы видим здесь с тобой середину ежа, такой цветочек. Да, вот он здесь. Нам нужно найти с вами середину пятки. И встать с середины пятки на центр ежика. Давай попробуем. У нас ежики на ширине таза. Нам нужно найти, оп, середину пяточки. И еще середину пяточки. Замечательно. И теперь посмотри. Нам нужно так, чтобы внешние края стоп соответствовали внешним краям коврика. Да, то есть стопы были параллельно внешним краям коврика. Я могу тебя поправить? Да. Спасибо. Согни чуть ноги в коленях. И вот. И разреши пяточку подними, я сейчас выставлю. Да, очень сложно поначалу, хотя вроде бы мы знаем свои пятки. Но, как правило, люди первый раз не попадают. Поэтому очень важна помощь инструктора первое время. Но для того, чтобы правильно делать домашние задания, которые просто необходимы. И, кстати, люди их выполняют с удовольствием. Отлично. И другую ножку. Я могу поправить? Все. Прекрасно. Согни ножки в коленях. И опирайся ягодицами и поясницей о стену. Здесь все расслаблено, ноги в коленях согнуты. Итак, мы опираемся тазом и поясницей, плечами о стену. А здесь все комфортно и расслаблено, поясница расслаблена. И что мы сейчас можем заметить с вами? Что колени у Маши несколько скручены внутрь. Нам очень важно раскрыть эту часть и выровнять кости от пятки. Почему это происходит? Потому что, опять же, мы можем увидеть выдавливание вот этой части пятки наружу. То есть нагрузка так приходится, что эта часть пятки, она выдавливается. Соответственно, нам нужно несколько вес. Ничего не делай, Маш. Просто я тебя буду поправлять. Отстраиваем слегка на внешнюю часть. Мы просто не сдвигаем стопу относительно мяча. Мы распределяем таким образом вес. И вот здесь мы можем опять же видеть, что подушечка большого пальца не стоит на коврике. Почему? Потому что эта часть очень напряжена и она сокращена. Ну, как правило, это связано с хождением на высоких каблуках. С этим мы будем работать уже на следующих занятиях, следующих передачах. И мы отслеживаем, чтобы колени, голени, пятки, бедра были выровнены. И вот здесь мы стоим и дышим. Очень важная часть этой практики – дыхание. Мы делаем вдох, с выдохом погружаем вес тела в мяч. Я вот могу слегка помочь Маше выровнять голеностоп, потому что тело все-таки хочет вернуться в привычное положение и сопротивляется. Я делаю это очень мягко, я не давлю. Я просто направляю вес тела Маши в мяч и вокруг мяча, бяточка. Маш, как ощущения? Тебе не больно? Нет. Делаем вдох. Очень комфортно. При этом бедра никуда не смещаются. И уже можно почувствовать, что уже здесь гораздо больше веса. Вот эта практика просто переноса веса и отслеживания, выравнивания костей, она дает возможность снять напряжение с кости. Несколько расслабить мышцы стопы. И можно встать уже с ежей. Попробуй встать. Просто на коврик. Мы еще предлагаем делать тест хождения. То, что мы не показали в начале передачи, но это будет на самом деле сюрпризом уже на второй передаче, потому что тестом хождения каждый из вас сможет проверить, насколько он правильно ходит и поддерживает свое тело стопами. Но это будет такой небольшой секретик, ниточка, которая приведет нас уже к следующим передачам. Итак, мы встали с ежей. Итак, мы встали с ежей. И наконец посмотрели на Машу, потому что Маша у нас ведущая, она звезда. Она замечательные вещи говорит, но я наконец увидела ее стопы, отвлеклась от вас, прекрасные телезрители, на минуту. И что произошло? По большому счету ничего кардинально. У нее есть, может быть, только внутреннее ощущение, что она больше в пятках. Извини, Маша, что я рассказываю за тебя твои ощущения. Может быть, они какие-то другие. Поделись с нами. Ну, наверное, так и есть. Куда-то тянет в пятки тело. Да, тело, оно больше заземляется. Основа, на самом деле, любых даже восточных практик и нашего эмоционального состояния – это заземление. Очень многие о нем говорят, пытаются достичь. Но по большому счету у нас нет телесной практики заземления. А такая практика со стопами, она реально дает ощущение и понимание. И очень рекомендуется, если вы волнуетесь и уже более-менее свободно владеете практиками, связанными со стопой, это очень помогает успокоиться, расслабиться и почувствовать опору под ногами в прямом и переносном смысле. Однако, давайте посмотрим на Марию. Вообще, какие у нас задачи с ней, если мы будем с ней заниматься? Я надеюсь, мы будем с ней заниматься. Она найдет в своем плотном графике время. Встань, пожалуйста, да, ровненько. Нет, не передо мной, а вот, чтобы все тебя видели. Прекрасно. Можете увидеть, что вектор напряжения идет, видите, завал голени внутрь, голеностоп завален внутрь. И из-за этого пяточка выдавливается, и вот эта часть выдавливается. Здесь меньше всего кровообращения. Если у нас, опять же, по китайской философии есть некое мнение, что вся наша энергия поднимается вверх, да, мы собираем всю энергию. Но если мы всю энергию соберем, ну, как бы, нас, скорее всего, как шарик слегка может раздуть. Да, это в лучшем случае. По китайской философии, вот эти части должны быть выровнены и открыты, да, голеностоп. Не должен быть завален. То есть, в идеале, наше положение должно быть вот таким. А так неудобно. Неудобно, потому что у стопы, у мышц стопы нет привычки так держать твой голеностоп. И так у многих людей. Удобно вот так. Удобно вот так. Поэтому и вектор напряжения сюда смещен. И начинает стопу расплющивать именно во внешнюю сторону. Да, немножко смещена у тебя пяточка. Тоже ее потом покажем, да, будем выравнивать. И по китайской философии, опять же, по китайской медицине, если у нас выровнен голеностоп, то у нас по одной части свободно энергия поднимается, по другой части у нас свободно она спускается. Если этого обмена нет, чем бы вы ни занимались? Даосские практики, там есть прекрасные женские практики, или закачивание энергии. Скорее всего, вы закачаете, но перераспределить ее правильно не сможете. То есть залог успеха любых практик, в том числе йоги. Очень много йога преподавателей приходит, шикарных преподавателей, с большим опытом. И, к сожалению, из-за того, что раньше, может быть, не было такой информации, такой практики, мы делаем все не так, как могли бы. Потому что йога удивительная вещь, там действительно мощно можно очень небольшим количеством каких-то движений, манипуляций, возбодрить себя. А мы делаем очень много разных поз, не всегда это помогает, где-то мы можем, да, слегка, наоборот, свой позвоночник, может быть, испортить. Потому что давайте мы посмотрим, вот еще такой момент. Мы стоим сейчас, две ноги поставь параллельно, пожалуйста, да. Мы стоим сейчас на двух ногах. И у нас неправильное положение, да, мы видим, что напряжение идет сюда, голеностоп завален. Поскольку колени идут внутрь, это тоже может впоследствии привести к проблеме с коленями, да. И если мы поднимем эту ножку, можешь просто, да, снять вес? Посмотрите, еще больше происходит, да, мы балансируем, но завал стопы происходит еще больше внутрь. Это видно. А представляете, в йоге, когда мы стоим на одной ноге и делаем какую-то позу, а у нас нетренированная стопа. Мы делаем себя еще хуже. Или занимаемся спортом, да, даже если вы просто работаете в тренажерном зале и делаете приседания, и у вас напряжение идет в другие части тела, у вас, во-первых, меньше КПД, эффективность, да, нагрузки на те части тела, которые вы тренируете, если это связано там со свободным весом, да, с ногами. И в том числе вы, опять же, провоцируете какие-то дискомфорты в своих стопах и позвоночнике. Виол, мы разгрузили стопу. Что дальше? Что бы еще ты посоветовала для именно первого раза? Потому что сегодня у нас все-таки ознакомительная в большей части передача. На самом деле мы еще ничего не сделали со стопой. Мы только нашли центр пятки и встали центром пятки на центр ежа. Это начало стопы. Мы начинаем всегда с пяточки. И затем там есть разные схемы. Мы можем по центру пойти стопы перед пяткой, центр стопы перед плюсной, плюсной и научить двигаться пальчики, да, для того, чтобы вам было комфортно ходить. Также это делается по внешней части стопы. Там много точек, я не уверена, что мы сегодня все успеем. Отдельно можно делать какие-то ролики, да, обучающие на эту тему. И затем, когда вы уже все осваиваете, мы можем начинать работать с внутренней части стопы. Что приятно, когда мы начинаем тренировать стопы, но это будет через какое-то количество передач, там начинают очень хорошо прочерчиваться мышцы ног. Хотя работа идет со стопой. Вы очень хорошо чувствуете, как работают ягодицы. И причем мышцы становятся очень красивыми. Что очень актуально сейчас Кристина, кстати. Вот. Поэтому мы сейчас с тобой, давай попробуем, там более острое ощущение перед пяткой. Или даже нет, Мария. В твоем случае, поскольку у тебя идет выдавливание стопы с внешней части, мы с тобой сделаем центр пятки с внешней части стопы. Маше так будет полезнее и комфортнее. Это ее индивидуальная история. Договорились? Что мы делаем? Смотри, это очень неудобное положение поначалу. Звучит оптимистично? Да, но я буду помогать тебе, поэтому не переживай. Наша задача сейчас внешнюю часть стопы, да, внешнюю часть центра стопы подвернуть таким образом, чтобы она стала на середину ежа. И получается вот такое положение. Сгибаем одну ножку, затем ставим другую. У нас опять же таз и поясница находятся на стене, плечи расслаблены, мы комфортно себя чувствуем. Ножки чуть согнуты. Я могу тебя поправить. Но мне придется присесть. Вариантов нет. Договорились. Неправильно? Не совсем опять же правильно. Ну, конечно, если бы мы могли видеть сбоку, было бы комфортнее. Но я думаю, что пока вряд ли это о чем-то скажет. Вот, сейчас чувствуешь? Поставь пальчики. Ножка чуть согнута. Вот она кость. И есть такой момент, если у вас вдруг ножки в кремике, они могут съезжать. Я могу тебя еще поправить. Чуть пяточку приподними. Да. И дай мне бручки. Да, вроде бы простое упражнение, но на самом деле помощь вначале обязательно нужна, да, прежде чем заниматься дома. А потом, конечно, уже ваша ответственность, насколько вы регулярно это делаете. Итак, сейчас мы поставим Маше ногу на мяч. Поскольку у нее выдавлена эта часть, я чуть-чуть подкручиваю то, что уже ушло у нас из-под контроля здесь. И поставлю центр внешней стороны пятки на центр ежа. Стопа параллельно. Я отстрою здесь, возьму за голень, поскольку колено скручено, и сейчас она зафиксирована так мышцами. Я выстрою голень, я выстраиваю кости этой практикой прежде всего. Потому что правильное положение костей – залог успеха. И очень важный момент, если вы делаете это дома. Часто бывают очень мягкие связки. И бывает перегиб в голеностопе, в области голеностопа. И таким образом я могу… Не надо, не убираем. Видите, нужно очень много следить поначалу за ногами ученика. И мы мягко еще приподнимем голень вверх. Это делаю я руками для того, чтобы если вдруг голень, ну это своя терминология, вбита внутрь, да, то есть уже стопа не держит. Мы помогаем слегка разгрузить и поднять кости, выровнять их. Ну, я бы здесь поработала еще мячами с этой частью, но это уже другая практика. Но, тем не менее, мы делаем вдох. И с выдохом я мягко погружаю вес тела Маши. Я не нажимаю руками, я никаким образом не напрягаюсь здесь. Я просто мягко-мягко распределяю пяточку вокруг мяча. Как ощущения, Маша? Ну, сложно стоять. Сложно. Стой, 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 стой. Сложно стоять. А дискомфорт есть? Ну, в правой ноге. В правой ноге. У нас ноги очень по-разному натружены, очень по-разному. Левый, в принципе, комфортно, правый – не комфортно. Попробуй тогда в правый вес больше принести. Так. Для полноты ощущений. Прекрасно. Сейчас мы, да, поможем Маше. Вот здесь лучше? Да. Что я еще делаю руками? Почему поначалу, особенно когда мы разгружаем стопу, я бы крайне рекомендовала помощь преподавателя. Потому что, во-первых, мы не чувствуем свое тело. Во-вторых, я руками могу найти кость. Да, вот как отстроена кость, я имею в виду в стопе. Да, и почувствовать, и дать помочь почувствовать ученику выровнять эту кость. Вот у Маши хочет пятку убежать. У нее еще немножко пяточки, да, скручены. И голень хочет убежать. Ты дышишь? Вообще все убегает, мне кажется. Выдох, да. Да, поэтому поначалу, вот когда такая ситуация происходит, мы сажаем человека еще на стул, где вес тела у нас очень мягко расположен на ногах. Мы можем чуть дать его больше руками, да, вперед. Но нету страданий, да, таких. И мы мягко разгружаем стопы, да, потому что сейчас Маше тяжеловато. Спасибо, Маша, ты можешь сойти с мячей. И да, мы обычно тоже предлагаем походить, почувствовать, что происходит. Кстати, в стопе очень много акупунктурных точек. И поскольку там очень практически все проекции внутренних органов, вот посмотрите, какой у Маши блеск в глазах. Вел вообще себя чувствую прекрасно. Но, конечно же, со вторым упражнением пришлось повозиться в первую очередь тебе. И я чувствовала такой легкий дискомфорт. И он был в большей степени именно в правой ноге, в правой ступне. Но вообще, когда мы начинали серию мастер-классов, которые очень мягко и долго предлагали длительно, да, какое-то воздействие на определенные точки для того, чтобы человеку не было так дискомфортно, мы все-таки пришли к тому, что позанимались с каждым отдельно, именно сидя на стуле. Потому что, как правило, ну, у меня тренированная стопа, я какими-то видами занималась, да, там спорта, где нужно было работать стопой. И то не везде приятно, да, то есть все равно нужно работать с этим. А людям, у которых нетренированная или зажата стопа, особенно если есть какие-то проблемы с нервной системой, исключительно стул. Но потом вы можете заметить, что подойдя снова к стене, вам становится гораздо комфортнее, то есть вас тело начинает пускать, нервная система раскрывается. Чтобы грубо не воздействовать на тело, чтобы оно не закрылось, мы стараемся все-таки сначала очень мягко начать. Вот. А потом уже работать со стеной. Но для наглядности, чтобы были острее ощущения, наш русский человек любит острые ощущения, иначе это не работает, да, мы поставили тебя к стеночке. Ну, сейчас уже после того, как я ушла с ежей, конечно, в стопе я чувствую тепло. И оно постепенно-постепенно поднимается выше-выше-выше. То есть вот это есть действительно, наверное, вот те точки, про которые ты говорил, воздействие, оно происходит, и как-то тоже все меняется в организме. Ну, ты знаешь, я могу тебе дать обратную связь. У меня с детства перегиб поясницы, лордоз. И чтобы я не делала, да, то есть я вроде бы со спиной поработаю, классно я встала, пошла, и у меня снова напряжение через какое-то время происходит, и когда я начала работать со стопой, именно с пяткой, я начала понимать, как отталкиваться стопой вверх и выстраивать позвоночник. Это происходит автоматически, но, конечно, осознанно здесь хорошо включать, потому что на тебе уже и нравится это делать. И у меня начали уходить эти проблемы. Это не то, что я один раз делала, да, как меня спрашивают, а что ж это, надо постоянно заниматься такой практикой. Ребят, вы чистите зубы, не один раз в жизни, а потом у вас, да, там великолепный блеск и свежее дыхание. Так и те, кто качается в зале, да, там качает пресс. Это не то, что один раз пресс качнул, и все кубики на всю жизнь. Но, к сожалению, все так устроено, что это требует регулярности. Но самое приятное, что отслеживая какие-то ощущения в теле, то есть эта практика дает очень хорошее понимание, оно построено на логике тела, ты понимаешь, ага, у меня напряглась поясница, помимо того, что я вытянул спину, я встану сейчас на ежике, я толкнусь одной пяткой, другой, и это напряжение уходит. Мало того, вы начинаете ходить по-другому, а не то, что вы позанимались в зале, вышли, и все это куда-то пропало. И что самое главное, что мне очень нравится сейчас, я не совсем уже люблю тренировать просто людей, погладить, это очень приятно, и людям очень приятно. Но мне нравится делиться знаниями. Эта практика сама по себе построена на том, что вы уходите с уже нужным багажом тех знаний, которые актуальны исключительно для вас, и вы можете этим пользоваться дома. И если я раньше никого не могла простимулировать, делать какие-то домашние задания дома, то сейчас даже новички приходят и делают обязательно дома эту практику, потому что они видят эффект, и как у них начинает меняться тело. Спасибо, Виола. В наших следующих выпусках передачи «Формула здоровья» продолжим знакомить наших телезрителей с целебными свойствами ежей. Отлично, Маша, спасибо, что пришли. До встречи. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин